Рождество Христово Именно в качестве праздника Рождество Христово возникло сравнительно поздно. Во-первых, в Ветхом Завете не было соответствующего дня, в отличие от Пасхи и Пятидесятницы. Во-вторых, в евангельской истории нигде не сказано, в какой день и месяц родился Христос. Церковь в первое время вспоминала исключительно о смерти и воскресении Господа, подчеркивая роль искупительной жертвы Иисуса Христа. Наряду с воскресением первые христиане праздновали Богоявление. Еще одно название – Просвещение, просвещенный рождению Иисуса Христа и событиям, сопутствующие Ему, а также крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Праздник Богоявления пришел на запад с востока, а праздник Рождества наоборот на восток с запада. Впервые мы встречаем его в Риме во времена епископа Либерия, который 25 декабря 360 года посвятил Марцеллу, сестру святого Амбросия, в монахине или невесты Христовы со словами «Видишь ли, какие толпы пришли на день рождения твоего жениха?» То есть этот праздник уже существовал и был знаком христианам того времени. В Антиохии Рождество начали праздновать в 380 году, в Александрии в 430. Известно, что Иоанн Златоуст 25 декабря 386 года, выступая перед людьми, уже называет этот праздник основополагающим. Вероятно, праздник Рождества Христова был преображением или перерождением таких языческих праздников, как Сатурналии, Сигеларии, Ювеналии, Брумалии, которые в Риме отмечались в декабре в память о общей свободе и равенстве в честь непобедимого солнца. Это были великие праздники, особенно для рабов и детей. Данная связь объясняет многие рождественские обычаи – подарки детям и беднякам, зажение восковых свечей, украшением рождественских деревьев, которым было придано христианское содержание. Важно отметить, в церкви 4-5 века преобладало мнение, что Христос действительно родился 25 декабря. Иоанн Златоус в поддержку этого мнения говорит о дате переписи при эквирении, сохранившейся в римских архивах. Но, конечно же, у нас нет данных, по которым можно было бы установить дату рождения Христа. Но это и не так уж и важно. Главное, что Бог явился нам в Иисусе Христе. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok